Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Нанисник Стейс, и сегодня на моем канале опять распаковка с Алиэкспрессом. Кстати, в этом видео будет достаточно мало одежды, точнее будет только одна вещь, но тут здесь будет очень много прикольных аксессуаров, так что советую досмотреть до конца. Ну а мы начинаем! Вот такая вот посылочка мне пришла, сейчас будем ее открывать. Надеюсь, я ничего не порезу, как в прошлый раз, но здесь вроде бы нет вещей, я буду снимать отдельный кусочек, поэтому не удивляйтесь, что извините. Вот, тут не должно быть вещей, которые я могу порезать, надеюсь. Так, у меня шесть вот таких вот беленьких пакетиков, в которых я даже уже не помню, что находится. Мы будем сейчас открывать поддельности и буду с вами узнавать одновременно, что я вообще заказала. А-а-а, это чехол для наушников. Тут в его комплекте идет вот такой вот наимилейший чехольчик, сейчас вы будете видеть, одновременно с моим рассказом, вблизи все вещи. Вот такой вот наимилейший чехольчик, большой плюс то, что вложили внутрь такую вот поролоновую штучку, то есть никак чехольчик не мог деформироваться. И также в его комплекте с этим чехольчиком шла вот такая вот милейшая подвесочка-цветочка, то есть вот сюда вот цепляешь и вот так вот ходишь со цветочком. Опять же сейчас вы могли увидеть, как это смотрится на моих наушниках. Я думаю, что должно все подойти, сам чехольчик выполнен достаточно качественно, он вроде бы стоил дешево, поэтому качество приятно, скорее всего он пожелтеет 100%. Ну так, я очень довольна, такой миленький чехольчик, весенне-летнее настроение он передает. Брелочек также качественный, надеюсь, что он не развалится через 5 секунд после носки. Ну, в принципе, у меня все чехлы с Алиэкспресса для наушников и многие с брелочками, пока что они все держатся, надеюсь, что с этим будет так же. Так, далее вот это вот скорее всего чехол, потому что такой, да, по очертанию, скорее всего чехол. И должен тут прийти очень прикольный чехол, надеюсь, что тот принт пришел, который я заказывала, потому что это реально классно. В какой-нибудь пакетике чехольчик пришел, да, это тот принт, боже мой, посмотрите, просто это, я не знаю, такой, да, нереально очень классный принт, мне он безумно понравился. Также с вот такой вот подкладочкой и огромный плюс также этого чехольчика, то, что он будет немного защищать экранчик, и это классно. Также мне очень нравится то, что выделена вот так вот камера, то есть все введено. Я очень люблю такие чехлы, это был один из плюсиков, почему я заказала именно этот чехол. Принт также соответствует цене товара. Чехол матовый, очень приятный, и он с противоударными такими вот, как краями, то есть телефончик у нас будет в целости и сохранности. Тут он немного вот прозрачный, вы можете увидеть, вот моя рука, вот места, где он прозрачный. Повторю, что принт сделан качественно, нигде никаких помарочек, ошибочек нет, все меня устраивает. Также сейчас вы можете видеть, как он смотрится на моем телефоне, но думаю, что в плане совместимости, проблем быть не должно. Следующий такой вот пакетик, и там скорее всего какая-то бижутерия. О, да, это бижутерия, я угадала. Это набор колечек. Я заказала набор прекрасных колечек из эпоксидной смолы. Здесь пять разных цветов. Первый вот такой вот розовенький. Второй голубенький. Третий вот такой вот простой молочный, у меня уже есть такой цвет, но мне понравились остальные, поэтому ладно. Если тот потеряется, будет такой. Далее, такой фиолетовый сиреневенький. И приятный такой насыщенный желтый. Что могу сказать по качеству этих колечек, выполненные они качеством? Качественным. Сейчас посмотрим, подойдут ли они мне по размеру. Ну да, проблем нет, они с меня не слетают. Держатся на пальцах вполне уверенно. Сейчас посмотрим, подходят ли они мне на все пальцы. Это, мне кажется, где-то размер 16,5. Ну, потому что это у меня такой размер. Вот, ну, на мизинце они немного болтаются. Ну, в принципе, можно одевать по нескольких колечек на один палец, и будет прикольно. Тоже такие приятного цвета. Вот на этот палец у меня кольцо даже немного мало. Оно у меня еле-еле пролезает. Ну вот, на указательный, мизобянный и большой, прям идеально они садятся. Всем советую. Колечки приятные. И также все товары достаточно здесь бюджетные. Дальше вот такой вот пакетик. Тут что-то жесткое есть. Это, на самом деле, оказалось просто колечко. Вот такое вот чудесное колечко. Вы можете видеть, как оно выглядит вблизи. Колечко, скорее всего, это железо с лунным каким-то камушком, типа. Кстати говоря, я в нем вижу свое отражение. Я не знаю вы, и тенчество, в общем, вот в этом вот сердечке отражается. По размеру нет проблем. Прекрасно на моей руке сидит. То, могу сказать, выполнено все хорошо. Нет никаких там царапинок пока что. Но думаю, что этот материал достаточно быстро потемнеет как-то. Или, может быть, начнет слезать. Ну, станет таким большим медным. Это, мне кажется, из меди все делают. Потому что все колечки салек у меня становятся ржеватыми. Таким. Ну, вот, скорее всего, с ним произойдет то же самое. Но если его не мочить, то думаю, что он продержится достаточно долго. А, вот, все. Я нашла. Тут, кстати, почему-то в комплекте шла вот такая вот тряпочка. Здесь в ней что-то написано. Ну, ладно. Вот такая тряпочка для чего-то. Обычно такие ходят просто в очки. А тут не очки. Тут мне пришли сережки. Точнее, сережка. Сейчас вы можете вблизи увидеть, как она выглядит. Но я вам это тоже пока что покажу. Это такая сережка. У меня есть проколы двух мочек вот здесь. И прямо рядышком вот здесь. То есть, одно колечко мы сюда. Второе сюда. И вот так вот она выглядит на модели. Вот так вот это выглядит. И вот так вот это выглядит на мне. Что я могу сказать по качеству сережек? Во-первых, открываются и закрываются они прикольно. У них очень удобный замочек. Сейчас вам покажу. Вот такой вот. То есть, он закрывается. И вот так защелкивается. Прямо у меня уже есть такие сережки. Я тоже заказывала с Алика. И они реально очень крепко держатся. Их прямо сколько не одевать туда-сюда, они держатся идеально. Я очень люблю этот замочек. Такие типы замочков. Потому что я сережки теряю просто постоянно. А вот такие штуки реально крутые. В общем, к замочкам у меня ноль претензий. Очень хорошо выполнены также и сами сережки. Тут даже есть какие-то камушки на этих сердечках. Единственное, мне кажется, что у модели выглядело, что это беленькие сердечки. А здесь пришли, ну, как бы просто в цвет металла. Ну, ладно. Мне так даже нравится уже больше. Они тут с какими-то бриллиантиками. Ну, одно точнее с камушками типа. А другое просто железное. Я думаю, ну, это такая приятная просто бижутерия. Прикольненькая. Я такого еще нигде ни у кого не видела. Знак отличия. И последний пакетик тоже какой-то супер-мега-плоский. Это вот тут, мне кажется, я уже догадываюсь, что будет. Да, это она. Знаете, в где-то 20-21 году были очень популярны такие типа подвесочки на чехол, на айфоновский чехол. Потому что вот здесь вот у нас есть вырез под кнопочку для беззвучного режима. В общем, вот здесь есть пустая как бы дырочка. И за нее прицепляют подвесочки. Так вот, я себе тоже заказала такую подвесочку. Давно уже хотела. Вот так у меня раньше был не айфон. А сейчас айфон, могу себе позволить заказать. Вот такая вот миленькая подвесочка. Здесь жемчуг, а здесь сердечки. Фиолетовые, желтые, голубые. Такое молочное и розовенькое. Кстати, как было в цветах моих колечек. Тут у меня вся распаковка такая в пастельных тонах. У меня комната в пастельных тонах. В общем, я люблю все в пастельных тонах, как вы понимаете. Что я могу сказать по качеству? Качество всего приятное. Кстати говоря, жемчужинки достаточно ровные. Ну, понятное дело, что это не натуральный жемчуг. Но жемчужинки ровные. Сердечки тоже без каких-либо дефектов. Что? Ниточка хорошая. Сейчас мы будем с вами пробовать завязать. Вот это все дело. Так, я посмотрела видеоурок только что. Нужно вот так вот просунуть в дырочку. И потом вот в этот хвостик, который у нас останется, просунуть всю остальную подвеску, насколько я поняла. Так вот просовываем. Так. Затягиваем вот так вот. Узелочек. Вот, да. И у нас получается вот такая вот подвесочка. С аксессуарами мы закончили. И встретимся с вами, когда мне придет одежда. Спустя две недели мне наконец-таки доехала моя посылочка с одеждой. И я доснимаю видео. Кстати, в этой распаковочке будет все лишь одна вещь. И она вот здесь. Давайте открывать. На опыте с топиком я буду открывать пальцами. Кстати, упаковано все очень, ну, хорошо, приятно. Ой, она немного другого материала. Я не такого себе представляла. Здесь нам что-то вложили. Ммм. Нам вложили подарочек. Смотрите-ка. Вложили такую вот бумажечку. Типа там, напишите, хорошо, анзыв. Что-то там еще. И положили такой вот гребешочек. Расчесочку для волос. У меня такой уже есть. Потому что заказывала сумку с Алиэкспрессом. И там клали точно такой же гребешок. Давайте попробуем, как он расчесывает. В принципе, я не особо-таки люблю, но хорошо расчесывает. Тут у меня сейчас волосы, кстати говоря, после школьного дня. Вполне запутанные. Достаточно хорошо их прочесывает. Я думаю, такой гребешочек удобно брать с собой в эту дорогу, в поездку, причесаться, расчесаться. В общем, за подарочек уже плюсик. Я заказала такую вот рубашку с короткими рукавами. Таким приятненьким сиреневым в каком-то свете. Такую вот большую. Заказала размера М, чтобы она была бы оверсайз. Мне немного не понять на нее материал. Он, не знаю, такой, как будто бы бархатный, что ли. Ну, просто я ожидала другого материала от рубашки. Вот у меня сейчас совершенно другого материала рубашка на мне. Ну, не знаю. Ну, реально, как будто бархатный немного. Не знаю, будем ли. Что могу сказать по качеству? Да, это размер М. Значит, бирочка. Что могу сказать по качеству? Ну, в некоторых местах торчат ниточки. Даже во многих. Воротничок. Хорошо висит, конечно же. Ну, точнее, ее нужно погладить. Выполнена, в принципе, рубашка. Ну, нормальная, конечно. Не прям супер-мега аккуратно. Но, тем не менее, издалека, я думаю, это будет выглядеть нормально. Да, это стоило надет примерно 600 рублей. Так что окей. Вот такие у нас внутренние швы, краснейшие. Ну, ладно. Я одни, в принципе, многого не ожидала. Но тхань, конечно, меня удивила. Сейчас буду мерить. Кстати, вот это вот все я заказывала под, ну, несколько образов. Сейчас я когда буду мерить, покажу образ, который я себе представляла в голове, когда я все это заказывала. И заодно посмотрим на эту рубашку. Ну, в общем, такой вот у меня был образ в голове, когда я заказывала всю эту посылочку. Что мне сказать по рубашке? Я не пожалела то, что взяла в размер M все-таки. Там был размер S, M, L, но и выше. Я сначала хотела заказать S. Потом вспомнила свой прошлый опыт с вещами с Алиэкспресса, которые я планировала оверсайз, а они пришли мне оверсайз. И поэтому свой страх и риск заказала M. И на самом деле я не пожалела. Выглядит прекрасно. Именно так, как я хотела. Вот так вот смотрится она 360. Ну, в принципе, повторюсь, опять же, немного удивила ткань. Эту рубашка, она реально как будто бархатная. Ну, и она очень сильно мнется. Поэтому не знаю, сколько будет ее брать в путешествие, но он, в принципе, сойдет. Я этот образ видела таким прям совсем летним. Начали на расслабоне. У меня появились новенькие штаны. Шортики, точнее. Пермудово джинсовые белые. Это я заказывала на Вадбрис. Возможно, оставлю артикул в описании или в своем Телеграм-канале оставлю артикул. Также белая футболка, но, конечно, сюда лучше белый топик, который вы видели в моей прошлой распаковке с Алиэкспресса и во влоге с моих каникул. Такой белый, обычный, базовый. Но у меня он сейчас в стирке, поэтому я надела белую футболку. С топиком, конечно, было бы покруче это. Также у меня сейчас такие вот колечки. Пастельные. Можно сюда ищемнуть ожерельницы. Миленькое, чтобы шею заполнить. Ну, вот. Ну, на лью можно браслетики. Думаю, будет еще это прикольно начнется смотреться, если заменить джинсы на головой джинсы. Такой более вечерний, более теплый будет образ. А так, что могу сказать, в принципе, я довольна. Ну, на этом моя распаковка подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Увидимся в следующих роликах.